Количество желающих сделать прививку с каждым днём увеличивается. Но вместе с тем люди задают много вопросов. И это логично, ведь вакцины новые, есть сомнения. Врач-эпидемиолог Ольга Нинастина была одним из первых медицинских работников, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции. Моя первая вакцинация была 3 января, вторая фаза. Вторую фазу я уже получила 24 декабря, то есть буквально перед Новым годом. И я хотела своим коллегам на собственном примере показать, что реально вакцина работает. И она доказала свою эффективность на мировом уровне. Также врач рассказала о побочных эффектах от иммунизации, которые были у неё. Было всего лишь чувство жара. То есть в ночь я выпила нестероидный препарат, то есть температура. И утром проснулась, всё было отлично. После фазы второй вообще, то есть даже никаких нежелательных эффектов у меня не наблюдалось. Спустя несколько месяцев Ольга в независимой лаборатории сделала тест на антитела. У меня антител 250, а в норме она идёт от 0,80. Как отметила Ольга Нинастина, её примеру последовали и другие медработники. Я работаю в красной зоне, и мои коллеги, те, кто не переболели коронавирусной инфекцией, те, кто не имеют защитного центра антитела, сделали вакцинацию. Наша съёмочная группа встретилась с врачом-эпидемиологом в здании МФЦ, где расположен пункт вакцинации от COVID-19. Кабинет оснащён всем необходимым оборудованием. Пациентов перед прививкой осматривает терапевт и медсестра. Этого числа у нас было 102 человека. Мы работали в две смены здесь. Первую неделю здесь мы работаем постоянно. Но в среднем 10-12 человек. Но не все ещё, опять же, повторяюсь, знают, что мы здесь работаем. Станислав пришёл на первую вакцинацию. В его семье уже все сделали прививку от коронавирусной инфекции. Маленький ребёнок, у меня жена осматик, решил как-то сходить сделать. Во-первых, мне кажется, если захочешь куда-то за рубеж выехать в ближайшее время, я думаю, понадобятся однозначно такие вещи. Ну и опять же, это здоровье своё. Пункт вакцинации в многофункциональном центре работает по будням с 10 до 15 часов. Пройти иммунизацию здесь может любой желающий без предварительной записи. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, ВИДНОЭТВ.